Всем привет, дамы и господа! Я на парковке магазина Костка. Иду затариться немного овощами и фруктами. Просто был в центре, поэтому решил заехать. Так я сюда не люблю ездить, потому что здесь, во-первых, фиг припаркуйся, особенно выходные. Куча народу едет в Костка, потому что там низкие цены. Потому что там низкие цены и качественные продукты. Потому что там низкие цены и качественные продукты. Моя карта Костка. Смотрите, здесь есть хот-дог всего лишь за полтора доллара. Хот-дог плюс газировка сразу полтора доллара. Похавал чрезвычайно вкусный хот-дог с колой всего лишь за полтора доллара. Теперь пойду затариваться. Затариваться я буду, наверное, овощами и фруктами. Но и посмотрю шмотки. Штаны по 5 долларов. А нет, джинсы Левис 20 долларов. 20 долларов. Куртки по 20 долларов. Неинтересные такие куртки. Ну, они не сильно теплые, но в принципе для местной зимы нормально за 20 долларов. А вот уже прям совсем такие, знаете, теплые, хорошие куртки двойные за 43 доллара. О, Лего! Куплю себе вот такой набор за 100 долларов. Как я в детстве любил Лего. Органик авокадо. 8,5 долларов за сетку. Я постоянно ем авокадо. Авокадо чрезвычайно полезная штука. Так, какой-то подлец украл мою тележку. Представляете, какая-то падала тащила мою телегу. Но она была пустая. Просто, видите, пустая тележка схватил, укатил. Короче, в итоге я купил себе только органик финики. Смотрите, какие гигантские, мощные финики. Я обожаю финики. За 11 долларов, это органик и авокадо. Потому что какой-то пес, назовем его псом, утащил мою тележку. Но я уверен, что это не со злобы. Может быть, попутала. А может быть, какая-нибудь бабушка зашла без тележки, смотрит, стоит пустая, схватила и утащила. Потому что я также смотрю, по-моему, стоят пустые. Может быть, это моя ее кто-то укатил, стоит пустая. Но я думаю, не буду трогать. Потому что, скорее всего, человек мог, как я, оставить тележку и пойти смотреть товар, допустим. И у него ее кто-то утащил. Это неправильно. И я в итоге купил только финики и авокадо. Слава США, слава НАТО, слава капитализму. Тем временем я приехал в Сакраменто. Сейчас пойду в магазин Маршаллс и прикуплю себе рубаху. Появились куртки уже, смотрите. Томми Хау Фигер за 60 долларов. Смотрите. Мощная рубаха в Рандлер. Всего лишь за 15 долларов. Джинсовая. 16 долларов. Купил себе шикарную рубаху за 15 долларов. Утренний кофе напротив православного храма. Прости, Господи. Порядочный завтрак. Эта штучка называется бейгл. Такой, короче, бублик. Его можно заказывать с чем угодно. Просто с маслом, там, с мутеллой. Вот, который я конкретно ел, это называется American Breakfast. Это яйцо, омлет, это бекон, это лук. Чрезвычайно вкусно. Стоит 5 долларов и 75 центов. И еще кофе здоровый я взял за 2.75. Это я на русской улице в русском районе. Вот видите, храм православный. Little Russia район называется. Такой Брайтон в Сан-Франциско. А я в Сан-Франциско на еврейском кладбище заехал на могилу к Савелию Краморову. У меня был уже отдельный ролик. Я показывал могилу Савелия Краморова. Смотрите. Живые цветы. Живые цветы. Недавно привезли. Но я последний раз здесь был где-то в мае точно. Я был в конце мая. Этих цветов живых не было. Приезжают люди, видите, привозят живые цветы. Камни приносят, монетки. Вот тоже камни. Ветрено здесь. 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 а за забором уже христианское кладбище кресты видите стоят смотрите какие пальмы на кладбище растут кладбищенская пальма как раз вот возле могилы савелия краморова а У многих даже имена, видите, кириллицей написаны. Так выглядит парадная многоквартирного дома. Обычный многоквартирный дом в Сан-Франциско. Бук-кроссинг. Вот такие вот домишки. Кайф. Чрезвычайно вкусные китайские пельмени со свининой стоят всего лишь 10 долларов. Очень вкусно. Похавал. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем видео. Будет много всего интересного. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok